Всем привет, меня зовут Артём и вы смотрите Кады Крэп ТиВи. Премьера первому игроку приготовиться осталась для нас лишь тёплыми воспоминаниями. Я делал разборы трейлеров этого фильма, рассказывал вам своё мнение о нём и даже побывал на эксклюзивном предпоказе. Это у меня склайн! Этот ролик вы можете посмотреть, нажав на всплывашку вверху экрана. И вот после выхода цифровой версии фильма я заточил свои ножницы, но когда начал нарезать эту киноленту, понял, что пасхалок, отсылок, секретов и деталей в этом фильме настолько много, что придётся разделить на несколько частей. В этом видео я перескажу вам первые 20 минут фильма, но не переживайте, отсылок там хватает. Поэтому присаживайтесь поудобнее, так как в этом видео я расскажу вам, какие секреты и детали фильма первому игроку приготовиться вы могли не заметить. Так что не переключайтесь. Наверняка вы, так же как и я, ждёте выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке, ведь в нём объединяются пауки из разных вселенных, от всем известного Питера Паркера до малознакомых зрителям пауков, например, из вселенной Нуар. Всё это многообразие пауков, конечно же, пришло к нам из комиксов, и новый мультфильм основан на знаменитой книге «Паучьей миры» в толстенном 650-страничном комиксе, где собраны все истории про существующих пауков. Разные истории, разные стили и разные герои. Очень советую почитать всем, и тем, кто читал истории про паука, и тем, кто знаком с ним только по фильму. Тем более, что по моему промокоду КАТ вы получите скидку в целых 30% в магазинах по ссылке в описании. И это ещё не всё. Это две другие толстенные книги про Человека-паука. Полное издание Совершенного Человека-паука, огромная книга со всеми историями про Совершенного Паука и легендарная классика. Те самые истории Человека-паука написаны Стэном Ли и нарисованные Стивом Дитко, которые совершили революцию в жанре. И на эти два комикса тоже скидка в 30% по ссылке в описании. Фильм открывает знакомая нам из трейлера песня группы Вэн Хейлен «Джамп». Она отсылает нас к знаменитой трилогии «Назад в будущее», ведь Эдди Ван Халлен был любимым гитаристом главного героя – Марти Макфлай. Именно под их музыку он представился инопланетным Дартом Вейдером. Мой имя – Дорф Вейдер. Далее мы видим город будущего. К одному из домов подлетает дрон, доставщик пиццы, с логотипом «Пицца Хат». Возможно, это обычный продукт-плейсмент, но хочется видеть в этом очередную отсылку к «Назад в будущее», в которой также появлялась эта пиццерия. По дороге домой Вейд здоровается с мисс Гилмор, и мы замечаем на ней футболку с логотипом пятого студийного альбома британской группы «Дополис» «Синхронисити». Этот альбом стал последним в дискографии группы, ведь после его релиза группу покинул фронтмен Гордон Саммерс, начав свою сольную карьеру под известным вам именем «Стинг». Ну и далее мы видим фургон Вейда, и как я уже рассказывал в своем разборе трейлера, в нем мы видим огромное количество всевозможных пасхалок, отсылающих к поп-культуре 80-х. На входе можно заметить моряка Папайя и наклейки «Garbage Pail Kids». Когда Вейд берет в руки сканер эмоций, мы можем заметить геймпад Speedlin, лицевую панель первого айпода, наклейку с Гарфилдом, пистолет от Nintendo Entertainment System, известный у нас в виде китайской копии Dendy, и джойстик от Commodore 64. В следующем кадре можно подробно рассмотреть винтажный ланчбокс Вейда. На нем изображены герои мультсериала 80-х, Химэн и Властелина Вселенной. В сюжете которого присутствовали космические ключи, что, конечно же, намекает на поиск ключей в этом фильме. Сверху на коробке можно заметить пакетик с конфетами Pop Rocks, которые начали выпускать в 1975 году. Видимо, это были любимые конфеты Холиде, несмотря на то, что они не стали популярными и в 83-м году были изъяты из продажи. Уэйд надевается в очки виртуальной реальности с наклейкой Бэтмена, и нас впервые знакомят с Оазисом. В самом первом кадре мы видим какую-то космическую станцию, похожую на молекулу. И неудивительно, ведь далее мы понимаем, что это планета школа Людес, в которой по книге учился Уэйд. И именно тут находился первый ключ. Первая планета, которую нам показывают, это планета известной игры Майнкрафт. Затем планета Теннисный мяч, которая может являться отсылкой к Wii Tennis. Ведь это была одна из первых консолей, которой вдохновлялся Эрнест Клайн при написании книги. Затем мы видим интересную смесь гольфа и популярного в 70-х пинбола. И это отсылка к популярной в 90-х видеоигре Pinball Quest. Далее мы видим взлетающие дельтапланы со станции под названием Hurricane Hand Gliding. Именно такое название имела игра в серии My Sims для той самой Nintendo Wii. Цель игры — добраться до финиша, избегая торнадо и грызовые тучи. То же самое мы видим и в фильме. Когда дельтаплан залетает в шторм, мы можем заметить летающий поломанный дом, который является отсылкой к фильму «Волшебник страны Оз» 1939 года. Дом Дороти с ее собачкой Тото смерч унес в сказочную страну Оз. В следующем кадре мы видим Бэтмена и Робина, которые взбираются на Эверест. Этот подъем напоминает знаменитую сцену на высотке из ТВ-шоу «Бэтмен». Оно дебютировало в январе 1966 года и стало по-настоящему культовым. А этот образ Бэтмена в исполнении Адама Веста впоследствии лег в основу канона. Далее нам показывают место, в котором находится респаун игроков. И эта сцена просто переполнена персонажами из поп-культуры. Мы видим Флэша, боевых жаб Бэтл Тоддс из одноименной игры, Робокопа в его классическом виде, Марвина-марсианина из мультфильмов Луни Тюнс и нашего героя Уэйда, который сменил прическу Джокера на свою сине-белую шевелюру. Затем мы видим, как в очередь к порталу втискивается Трейсер из Увервотча, оставляя позади Соника из Сеги, Женщину-кошку и Найтвинга из серии Аркхем. На мостике рядом с Уэйном мы видим персонажа Атикуса из игры Бэтлборн, а также трех персонажей из вселенной Хэллоу Китти. Он сериала Громовые коты или Thundercats, а также Кобура Хана Соло из Звездных войн. Парсифаль ищет своего друга Эйча с помощью навигатора, и оказывается, что он находится на планете Дум из анимационной серии Вольтрон. Это огромная Deathmatch-арена, на которой нам показывают сражения Скорпионов, уж очень похожих на юнитов из игры Ультработс 93-го года. И мы видим, как Эйч нагибает врагов из штурмовой винтовки МА-5Б из игры Хэйлоу. Он убивает Фредди Крюгера и Дюка Нюкема с каноничной РПГ в руках. С одного из убитых персонажей Эйчу выпадает пушка и М-1 из фильма «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером. Из этого оружия Эйч прицеливается и помогает своим друзьям Дайто и Шо, которые сражаются со Скорпионом и Дэдшотом. Затем, после эпичного прыжка Чун Ли, мы видим, как на скалу взбирается главный герой Старкрафта, Джим Рейнер, в своей фирменной разукрашенной броне. Команда, состоящая из Эйча Шо и Дайто, устраивает эпическое сражение и побеждает каждого встречного врага. Одним из убитых игроков оказалась маленькая девочка, в её комнате на стене висит постер с игрой «Донки Конг Джуниор», который выпустила Нинтендо в 1982 году. Другой побеждённый персонаж — это Джейсон Вурхес, главный злодей фильма «В пятницу, 13-е». Парсифаль заканчивает свой звонок, и мы снова можем увидеть знакомые лица. Рядом с ним шагают Рафаэль и Леонардо из «Черепашек-ниндзя» Майкла Бэя, Драка, жена Дуротана из «Варкрафта», а также кто-то в красной рубашке, жёлтом пальто и серебристых очках. Именно так одевался доктор Эммит Браун во второй части «Назад в будущее». Парсифаль рассказывает о том, что Оазис создал настоящий гик — Джеймс Холлидэй, вместе со своим лучшим другом Огденом Морроу. Первая презентация Оазиса уж очень напоминает презентацию Эппл. Между героями даже есть сходство с Возняком и Джобсом, ну или Хендриксом и Бахманом. Далее мы даже можем заметить газету с портретом Холлидэя и заголовком «Холлидэй лучше, чем Джобс». В последнем обращении Холлидэя мы видим на его глазах четвертаки, датированные 1972 годом. Это год рождения Джеймса. А в сцене с гробом цветные композиции и картина отсылают к логотипу Стартрека и космическому кораблю «Энтерпрайз». А сам гроб — гробу Спока из фильма «Стартрек. Гнев Хана». Затем Холлидэй под звуки органа поднимается из гроба, как Дракула. А на его пиджаке красуются три значка. Нижний с логотипом игры Саймон, которая была популярна в конце 70-х и начале 80-х. Верхний довольно тяжело рассмотреть, но на нем, скорее всего, изображена игральная кость из настолки Dungeons & Dragons. А на среднем значке написано «Я главный ключник». Холлидэй обращается к игрокам и взывает к поиску пасхалок за обладание его корпорацией. И это отсылка к фильму «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года, где герои должны были пройти все испытания, чтобы завладеть фабрикой. Примечательно и то, что изначально Спилберг хотел, чтобы Холлидэй сыграл Джин Уайлдер, но он скончался в 2016 году. Это было бы очень символично. Затем нам показывают аватара Холлидэй, Анарака, волшебника, чья внешность ну уж очень напоминает Никодемуса, из мультфильма «Секрет Нимх», который создал Дон Блюд, старый друг и соавтор Спилберга. После объяснения условий игры Анарака мы видим логотип фильма и возвращаемся к Парсифалю. Он проходит в портал, а на его спине мы видим изображение меча короля Артура, Эскалибура. Неудивительно, ведь даже имя аватара Уэйда – Парсифаль. Именно так звали главного героя мифов о рыцарях круглого стола и короле Артуре. Слева от Парсифаля мы видим легендарную машину «Специальный преследователь Безумного Макса» из одноименного фильма 1979 года. Немного дальше нас вновь балуют отсылкой к культовому сериалу 60-х – к Бэтмену. И показывают Бэтмобиль. В кресле мы видим самого темного рыцаря. Вдалеке мы видим красный ретро-автомобиль – это Кристина, машина-убийца из одноименного фильма 1983 года, который был снят по роману Стивена Кинга. Справа от этой машины стоит грузовик из популярного сериала 80-х «Команда А». Пока Парсифаль идет к своей машине, мы видим, как между автомобилями проходит Рю, главный протагонист игры «Стритфайтер». Рю проходит рядом с белым гоночным автомобилем. Это Мах-5 из аниме-сериала «Спиди-гонщик». Вскоре мы видим трассу с другого ракурса и замечаем в правом верхнем углу Лару Крофт из культовой серии видеоигр «Томбрайдер». Она разговаривает с Дизи из игры «Герса Фор 2». Парсифаль проходит рядом с другой красной машиной. Это гоночный болид «Формулы-1» из «Пол Позишн», которая стала одной из самых продаваемых игр 1983 года. Затем мы вновь встречаем Эйча и видим его огромную машину. Это Бигфут – один из первых известных монстр-траков. Этот гигант был выпущен в 1989 году Побом Чендлером и компанией «Бигфут 4х4». Через два года его использовали в коллекционной игре «Хат Уиллс» «Бигфут Чемпионс Кранч Арена» 1991 года. Он садится в свою машину «Делориан» из фильма «Назад в будущее». На этой же машине он ездил в книге, однако на ней красовалась наклейка «Охотников за привидениями», которой в фильме, увы, так и не оказалось. Также вместо книжного «Экта-88» на номере машины написано «Парсифаль» и нет двигателя из фильма 1984 года «Приключения Бакару Бонзая». Зато внутри машины нас ждет по-настоящему великолепная отсылка. На приборной панели машины времени можно разглядеть даты, откуда и куда отправлялся Марти Макфлай в первом фильме «Назад в будущее». Гонка начинается, и мы можем рассмотреть мотоцикл «Артемиды». Именно на таком ездил Сютаро Канедо из аниме «Акира». Правда, мотоцикл «Артемиды» немного модифицирован. На переднем колесе мы можем заметить наклейку с логотипом видеоигровой компании «Атари», которой удалось оказать огромное влияние на развитие игровой индустрии в 70-х. Чуть выше мы видим наклейку «Сега», «Тайто», «Хэллоу Китти» и «Мисс Пэкмен», а также логотип из ТВ-передачи 80-х «Greatest American Hero». На решетке радиатора машины Парсифаля можно разглядеть маленькую красную лампу. Это «Кит» — искусственный интеллект из сериала 80-х «Рыцарь дорог». Сам Парсифаль при виде Артемида упоминает стрим-площадку «Твич», которая, видимо, в этой вселенной продержалась до 2045 года. Гонка продолжается, и мы видим логотип «Ратнерс» — знаменитого британского ювелирного магазина, основанного в 1949 году. Примечательно, что такое название эта ювелирная сеть имела до полного финансового краха компании, вызванного двумя шутками, которые обронил в своем выступлении генеральный директор Джеральд Ратнер в 1991 году. Его оплошность стала знаменитым примером того, каким последствиям могут привести неосторожные шутки. Через некоторое время гонка оказывается в китайском квартале, и мы можем заметить кинотеатр с надписью «Шварценеггер Джек Слейтер 3». Это отсылка к одному из моих любимых фильмов детства «Последний киногерой» 1993 года. Этот фильм рассказывает историю, чем-то похожую на первому игроку приготовиться. В нем главный герой попадает внутрь своего любимого фильма «Джек Слейтер 3». Затем мы видим, как автомобилю начинает атаковать Т-рекс из первого парка юрского периода Стивена Спилберга. И интересно в этой сцене то, что динозавр даже движется точно так же, как и в каноничной сцене фильма. Вскоре Парсифай замечает Кинг-Конга на Empire State Building, который сражается с бипланами, как и в одноименном классическом фильме 1933 года и ремейке Питера Джексона. Вскоре Кинг-Конг спускается со здания и начинает преследование машин. В одном из кадров мы видим логотип Silver Cup Studios, крупнейшего кинопроизводства в Нью-Йорке, основанного в 1983 году. Именно в их студиях снимались такие культовые сериалы, как «Клан Сопрано» и «Секс в большом городе», а также фильм «Банда Нью-Йорка». Под весом Кинг-Конга дорога обваливается. Артемида разгоняется и перепрыгивает пропасть на мотоцикле. Сзади нее мы видим билборд с надписью «Дельта Сити». Это имя, которое получил Детройт в мрачном американском будущем фильма «Рыбаков». Вскоре Парсифаль почти приходит к финишу, но перед ним появляется Кинг-Конг и загораживает путь. Артемида чуть не погибает из-за огромной обезьяны, но Парсифаль спасает ее, и они вместе падают на землю. Когда Артемида встает, сзади нее можно заметить надпись «Ace Chemicals». Именно так назывался завод, в котором в чан с химикатами упал Джокер. У Артемида ломается байк, и Парсифаль предлагает помощь Эйча, и мы переносимся в его логово. На входе мы уже видим первую пасхалку – велосипед Пи-Ви из дебюта Тима Бёртона комедии «Большое приключение Пи-Ви». Затем мы видим стального гиганта, которого строит Эйч. Этот огромный робот – отсылка к культовому мультфильму 99-го года, снятого по мотивам книги Теда Хьюза «Железный человек». Мы также видим ланчбокс Эйча. На крышке красуется принт детского шоу Джимми Хэнсона «Скала Фреглов», которое шло с 83-го по 87-й. Это был хит того времени по типу «Улица Сезам» или «Маппет Шоу». Парсифаль открывает коробку и достает звездный крейсер «Галактика» из одноименного сериала, а также военный корабль «Сулака» из «Чужих Кэмерона» и космический корабль «Вэлли Фордж» из научно-фантастического фильма 72-го года «Молчаливый бег». Кадр меняется, и мы наконец можем увидеть, насколько много пространства в мастерской Эйча. В самой глубине стоит боевой робот ED-209 из «Робокопа», а также звездный корабль «Свордфиш» главного героя аниме «Ковбой Бибоб», а чуть выше находится «Ева Потт» – транспортное средство для перемещения вне космического корабля в культовом научно-фантастическом фильме Стэнли Кубрика «2001 год. Космическая Одиссея». Рядом находится еще один космический корабль «Вайпер Файтер» из уже ранее упомянутого сериала «Звездный крейсер Галактика». А снизу стоит автомобиль «Феррари 250 GT» «Калифорния Спайдер» 61-го года. Из фильма «Феррис Бьюллер берет выходной». Слева от головы Парсифаля можно заметить «Дом на колесах» – космический корабль «Игл-5». Это отсылка к комедии Мэла Брукса «Космические яйца» – пародии на «Звездные войны». А за рукой Эйча находится машина времени и космический корабль «Тардис» из культового сериала «Доктор Кто». При смене кадров рядом с «Игл-5» мы видим еще одну пасхалку к чужим – желтый грузчик экзоскелет P-5000, в который забиралась Рипли, чтобы противостоять чужому. Артемида уходит и на прощание говорит Парсифалю что вновь отсылает нас к фильму «Назад в будущее». Затем, после рекламы нового тактильного костюма, мы попадаем в реальный мир, который не так богат на отсылки пасхалки. Однако тут можно лучше разглядеть наклейки «Джоуст» и «Мидуэй» на шлеме Парсифаля. Затем мы видим холл здания Альманаха Холиде. И он уж очень напоминает библиотеку из фильма «Клуб Завтрак». Даже мебель воссоздана точь-в-точь. За одним из столов мы второй раз видим «Хеллоу Китти». С другого ракурса у стены мы видим большое количество аркадных автоматов. Среди них можно сразу узнать легендарный игровой автомат «Понг» 1972 года, начавший всю индустрию интерактивных развлечений. А также «Темпест» 1981 года. Именно эта игра по книге была в последнем испытании на ключ. Внутри Альманаха мы видим разные сцены из жизни Холиде. И в одной из них он играет на своей «Атаре 2600». Рядом с ним можно заметить фигурку того самого Марвина Марсианина, а также Бэтмена и игру «Саймон». Парсифаль проходит дальше, чтобы посмотреть одно из воспоминаний Холиде. В нем создатели «Оазиса» беседуют и упоминают одну из первых аркадных игр «Астероидс», которую сделала компания «Атаре» в 1979 году. На Холиде мы можем заметить футболку с аркадной игрой 1978 года «Спейс Инвейдерс». По версии книги рекордов Гиннесса она является лучшей аркадной игрой. Именно в этой игре появился напоминающий краба пиксельный инопланетянин, который стал символом поп-культуры. Справа на стене мы видим постер с еще одной аркадной игрой «Галага» 1981 года. А слева висит классический постер «Мортал Комбата» с Джонни Кейджем. В конце разговора Холиде говорит «Почему нельзя двигаться назад? Кое-то веки. Выжать педаль в полу и назад? Билл и Тед так и сделали». «Отмотай!» Последняя фраза отсылает нас к фильму 1989 года «Невероятные приключения Билла и Теда». В нем два парня путешествовали во времени и собирали исторических личностей для школьного экзамена. Ну что ж, как вы поняли, это далеко не все секреты и детали этого фильма. Поэтому, если вам понравилось и вам уже хочется посмотреть следующую часть, то не забудьте сказать мне об этом, написав в комментариях, а также поставив свой виртуальный лайк. Ведь мои ножницы еще не затупились. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the crap. Мы режем киноленты. Продолжение следует...